Они со школьной скамьи носят военную форму, проходят специальную подготовку. Я знал, что меня ждет впереди, какие нагрузки. Они идут служить Родине. Прежде всего, патриоты. По велению сердца. Я считаю, что мне повезло в жизни. Набраться здоровья и знаний. Это мое призвание. Не нужно бояться службы. Я могу, я могу больше, я могу сделать. В чем плюсы армейской жизни? Возвращаются возмужавшими с чувством выполненного долга. Смотрите прямо сейчас. Выбор профессии – один из самых ответственных и сложных этапов жизни каждого человека. По последним данным, определиться с будущей стезей в 85% помогает предварительное знакомство. Вывод напрашивается сам собой. Старшеклассникам нужно помочь выбрать дело по душе, а их будущим работодателям подобрать добросовестных сотрудников. Для этого в стране работают разные программы. Это и проект «Шаг к успеху» и «Дни открытых дверей» как в вузах, так и на предприятиях. Иногда высшие учебные заведения сами приезжают с презентациями. Воспитывать патриота в сегодняшнее время – это актуальный вопрос, это актуальная тема. И здесь тоже важно рассказать не только про военную академию, про вооруженные силы, какие проходят мероприятия. А в основе диалоговая площадка, которая представлена здесь. Это, прежде всего, те образцы вооружения. Но это только малая доля, которую мы смогли вывести из учебных тренажеров, стрелкового оружия, другого оборудования, чтобы ребята максимально могли ознакомиться с военным делом, что называется вживую. Пощупать, потрогать, пообщаться с курсантами, которые приехали сюда. Военная академия – главный носитель традиций образования вооруженных сил. Основные структурные подразделения – 11 факультетов, 7 из которых принимают абитуриентов со школьной скамьи. Представляет их, что очень важно курсанты. Первый, второй курс – это вчерашние школьники. Как никто, это они могут довести те актуальные вопросы, переживания, какие-то важные моменты, связанные с обучением в военной академии. Я считаю, это очень важно, это правильно. Как и в любом деле, карьера начинается с качественного образования. Самая правильная стратегия для родителей – не давить на ребенка, не заставлять принять свою точку зрения, а дать возможность сделать выбор самостоятельно. Самая же правильная стратегия для подростка – пробовать как можно больше нового, разного и научиться понимать себя и свои желания. Я пошел на военнослуженную службу, отслужил год, мне понравилось, я заинтересовался этим. После чего мне мои офицеры предложили пойти в военную академию. И я с радостью согласился с этой идеей, принял решение, что да, я буду поступать в военную академию, я хочу стать офицером, потому что мне это нравится. Мне нравится защищать свою родину, мне нравится вот эта вся, в принципе, атмосфера там, где ты ходишь. Либо же тобой руководят, либо ты кем-то руководишь. Все четко, ясно и понятно, все должно, ну, все на своих местах находится. После чего я поступил в военную академию и полностью поддерживаю свой выбор, никак не оспариваю его и понимаю то, что да, мне это нравится, я сделал правильный выбор, поступив сюда. Когда-то в стране было лишь два узкоспециализированных военных училища. Сегодня можно говорить о национальной школе, где идет подготовка ребят практически по всем специальностям. Служил в вооруженных силах республики Беларусь, город Печа. После службы решил поступить в военную академию, чтобы дальше продолжить служить своей родине. Существует два взгляда на перспективные профессии, из условного сейчас и из будущего. В первом случае перспективные специальности выступят синонимом востребованной на рынке труда сейчас. Но что будет актуально завтра? Лет через 10-15. Такие прогнозы постоянно меняются. По оценке Всемирного экономического форума спрос будет расти на аналитиков данных, специалистов по машинному обучению, IT-разработчиков, специалистов по кибербезопасности, профессионалов по развитию бизнеса и военных. Вот эта диалоговая площадка, она дает возможности им определиться. Они слышали об этом, они где-то это видели, но не могли для себя окончательно принять решение. И вот это дает им возможность принять решение. Поэтому молодые люди на сегодняшний день, убивав все, пощупав своими руками, приняли для себя решение. Достойное гражданину страны. Младший сержант Клевиков прибыл на ПОН без происшествий. К выполнению задач боевого дежурства готов. Очевидно, одно служба в армии – важный этап в биографии каждого мужчины. Это хорошая школа жизни, где крепнут физически и духовно, учатся управлять боевой техникой и оружием, где обретаются навыки сплоченности и чувство ответственности в солдатском коллективе. Изначально всем тяжело, но для этого есть мы, вышестоящие начальники, руководство, которые помогаем им, как говорится, втянуться в военную службу. Есть такие же товарищи, которые помогают им освоиться в получении каких-либо навыков и знаний. Поэтому, ну, все складывается успешно. Это возможность для молодых людей выполнить священный долг и научиться защищать родину близких. Их служба, она, во-первых, меняет людей, дает много полезных качеств, с помощью которых можно стать настоящим мужчиной. Белорусская армия сегодня – это порядок и дисциплина. Молодые люди охотно идут служить. Кто-то по велению сердца, кто-то набраться здоровья и знаний. Охраняем государственную границу в воздушном пространстве. То есть следим за, чтобы было мирное небо, чтобы не было никаких пресечений. Государственная граница нарушений использования воздушного пространства. Ну, и, собственно, это и есть ответственность. Для Егора Полевикова, командира разведывательного отделения, решение пойти в армию было вполне осознанным. За плечами 9 месяцев строевой, боевой и военно-политической жизни. По долгу службы приходится нести боевые дежурства. Здесь кормят, одевают. Здесь есть начальство, к которому можно обратиться по любому вопросу. В целом я ничего не вижу здесь сложного. Главное просто вжиться, а дальше все пойдет как по маслу. Старшина Максим Ковалевский в 2019-м был призван в вооруженные силы. До армии он вообще не знал, чем заниматься в жизни, куда пойти работать. А теперь твердо решил связать свою судьбу с защитой Родины. Заочно учится в Белорусско-Российском университете. Можно стать на офицерскую должность. Ну, собственно, это и в планах. Молодой солдат должен ответственно относиться к службе. Прислушиваться к советам старших товарищей, которые знают больше и всегда могут помочь. Со всеми нашел общий язык. С военнослужащими срочные службы я общаюсь очень хорошо. И я уверен, что после того, как я уволюсь в запас, я буду с ними продолжать общение. И мы будем хорошими друзьями. А с военнослужащими контрактной службы в принципе то же самое. Даже несмотря на то, что они старше меня по воинскому званию. Я, естественно, соблюдаю субординацию, но общение у меня с ними достаточно-таки хорошее. Проходя службу, каждый солдат становится сильнее физически и психологически. Учения, марши, огневая подготовка – все это закаляет характер, делает выносливее и сильнее. Проходя физические испытания на прочность, начинаешь больше понимать себя. И, что немаловажно, в некотором роде преодолевать себя. Физически подготовленные, перед тем, как поступить на военную службу, они сдают нормативы по физической подготовке, соответственно, если бы не сдали, то как бы не попали бы вооруженные силы. По словам начальника штаба центра Евгения Фомкина, выпускника военно-патриотического класса 27-й школы, современное поколение с честью продолжает славные героические традиции дедов и отцов. В связи, конечно, со сложившейся обстановкой вокруг территории нашего государства, мы принимаем все силы для того, чтобы защитить нашу территориальную целостность и сохранить мир нашего государства. К сожалению, люди и в начале 21 века не научились жить без войн. И поэтому армия была, есть и остается одной из важных составляющих современного государства. Обеспечивает стабильность, защиту и независимость территориальной целостности нашей страны. Становиться защитником Родины нужно по велению души. Прежде всего, патриоты, ребята, которые любят свою Родину, готовы встать на ее защиту. Еще в далеком восьмом классе я стал кадетом Половского кадетского училища и уже для себя в восьмом классе сформировал мнение, что хотелось бы продолжить свою дальнейшую жизнь в качестве военнослужащего. Армия учит ответственности, и именно там молодые ребята начинают иначе смотреть на жизнь. Наверное, нет более мужской специальности, чем самоотверженно защищать свою Родину, быть преданным своей Родине, уметь защищать свой дом, свою семью, всегда прийти на помощь людям. Военная жизнь, она наполнена множеством тягот, лишений, каких-то нехватки своего личного времени, каких-то ночных дежурств и прочих каких-то лишений. Однако это все идет во имя защиты родного государства, охраны государственной границы и для того, чтобы, как минимум, у моих родителей всегда было мирное небо над головой, и они могли быть спокойны и быть уверены в завтрашнем дне. Школа жизни. Во всех родах войск уделяется особое внимание физической подготовке. В армии очень нужна физическая подготовка, потому что без нее никуда. Каждое вооружение имеет свой вес, броня, то же самое, и марш-броски преодолевать с этим всем вместе, это очень тяжело. Нужно иметь неплохую физическую подготовку, даже чтобы найти тот же самый бронежилет, шлем, автомат и пройти марш в 30 километров. А иногда они бывают и больше, в зависимости от поставленной задачи. После 27 лет выслуги, наверное, могу сказать точно и достоверно, что все-таки становиться мужчинами и патриотами своей страны настоящими. Это мое призвание. Я выбрал свою профессию, исходя из своих побуждений. В первую очередь, это защита своего государства. Безусловно, жизненные обстоятельства бывают разные, но отдать долг родине должен каждый гражданин, независимо от того, будет служба срочная, контрактная или альтернативная. Молодой человек все-таки в армию должен пойти с наличием какого-то образования. У молодого человека должны быть разрешены вопросы с его состоянием здоровья, с семейным положением, то же самое. Молодой человек должен туда идти готовым морально, психически и физически. В независимости от альтернативной или по контракту, каждый молодой человек обязан отслужить и отдать долг родине. Некоторым молодым людям служба необходима как воздух. Там в коллективе научат и дружить, и любить, и уважать. Ты как пластилин. Тебя еще можно лепить. И, грубо говоря, армия, она дает какой-то запас коммуникации. Было бы хорошо увеличить свои физические возможности и научиться каким-то боевым навыкам. Армия, как сказал один известный полководец, ум ставит в порядок. Поэтому, пройдя вот этот, скажем так, не скажу, что легкий путь, наоборот, не легкий, человек дисциплинируется, он понимает или начинает понимать, что от него хотят. Армия – это, прежде всего, обязательный этап образования. Это получение военно-учетной специальности, для того, чтобы молодой человек научился защищать свою родину с оружием в руках. Конечно, для службы важно иметь отменное здоровье. Физнагрузки при некоторых диагнозах просто опасны организму. Прежде всего, ребята должны быть здоровые, физически и психически, и морально настроены на службу, потому что служба непростая. Особенно первые месяцы, первый год приходится претерпевать какие-то тяготы, лишения военной службы, перестроиться, привыкать. Поэтому нужно иметь крепкую психику, здоровую, ну и крепкое здоровье физически. Военнослужащие – это становый хребет нашего государства. И военнослужащий должен быть здоровый, политически мотивирован, идеологически грамотный человек, который знает свою задачу. Белорусской армии есть чем и кем гордиться. Наше большое достижение, как сказал президент, что только само наличие армии позволяет говорить о том, что на нашей земле не рвутся снаряды, как у наших соседей. Поэтому даже само наличие подготовленных военных, которые способны в любое время защитить нашу Родину, под этим мирным миром нет. Модернизация – это поступление новых образцов вооружения, военной, специальной техники, вооруженные силы. Большое внимание очень уделяется боевой подготовке. То есть непосредственно военнослужащие занимаются тем, чем они должны заниматься. На подмогу вот уже много лет до СААФ – эффективная и качественная подготовка призывной молодежи к военной службе. Непосредственно мы готовим молодых людей на водителей категории С, на водителей категории БЦ. То есть мы, наших призывников, будущих граждан, подлежащих очередному призыву, заранее, за полгода до получения диплома в учебных заведениях, мы проводим отбор. Мне 19 лет, я учусь в лесотехническом колледже. Решил пойти в ДСААФ, потому что я морально готов и хочу получить дополнительную специальность, чтобы она мне пригодилась во время службы в армии. На протяжении более чем вековой своей истории для вооруженных сил страны незыблемым оставался принцип – защита государства и человека. Эта задача и сегодня в приоритете для тех, кто носит погоны. Случайности не бывает, я считаю, что мне повезло в жизни. Вот уже 24 года ношу эту форму военной одежды, ну, считаю с гордостью. Главная задача офицера, даже будущего человека в погонах – это защита своей семьи, защита своей страны. Горжусь тем, что я буду офицером вооруженных сил Республики Беларусь. У любого из нас сегодня в подсознании уже заложено – человек в погонах – защитник, который готов пожертвовать своей жизнью ради спасения других, ради обороны национальных интересов. Защита наша, опора наша. 46 лет и сейчас ношу погоны. Для меня это жизнь моя. Поэтому мы с друзьями, со служивцами решили организовать, организовали ветеранскую организацию в Бобруйске и продолжаем служить народу, гражданам Бобруйска и Беларуси в целом. Защищают нашу Родину. Они молодцы. Везде во всем. Мы их боготворим и почитаем. Региональные представители органов пограничной службы по Меделевской области уверены в одном, что сегодня молодые ребята идут исполнять свой священный долг и обязанность не ради каких-то льгот и социальных гарантий, а по убеждению, как истинные патриоты. На данный момент группа профессионального отбора осуществляет отбор призывников для проходения срочной военной службы в военном комиссариате города Бобруйска, Бобруйского района. Работаем полным составом с целью отбора призывников качественного для прохождения службы на пограничных заставах. Идут служить потому, что хотят защищать свою страну, родных и близких. Прадедушка участник Великой Отечественной войны. Дедушка у меня старший лейтенант, танковых войск запаса. И отец у меня прапорщик, в МЧС в структуре работает. И поэтому я решил связать свою жизнь тоже с военным делом. А есть те, кто хочет прочувствовать армейскую жизнь изнутри, еще со школьной скамьи. Сводственные вещи. Привняюсь. Смирно. Кадетка Ленин. Я. Выйти из строя на два шага. Есть. Носят военную форму, проходят строевую и огневую подготовку, участвуют в состязаниях, ведут активную волонтерскую деятельность, посещают части. И все это для того, чтобы заслужить честь, стать курсантом или слушателями высших учебных заведений. Когда я только подавал документы в это учреждение, я знал, что меня ждет впереди, какие нагрузки, какая дисциплина меня будет здесь ожидать. И я с полной уверенностью шел сюда и знал, что я со всем справлюсь. Я собираюсь связать свою судьбу с военным делом. И вот поэтому я и должен гордо носить эту форму. Ежегодно в профильных классах военно-патриотической направленности города на Березине начинают делать первые шаги к своему будущему более ста ребят. Это означает быть патриотом своей страны. То есть этим можно гордиться. Как минимум уважение со стороны других лиц, со стороны тех же самых военных людей. То есть видно то, что человек готов отдать весь долг, всю часть своей родине и посвятить свою жизнь военной деятельности. Профильные классы военно-патриотической направленности – это плод, форпост патриотического воспитания, ориентир и маяк для всех остальных. Уже у них есть цель в жизни стать военным человеком. Конечно, поначалу им трудно, но они к этому привыкают. Привыкают к дисциплине, привыкают изучать военные дисциплины. В этом классе обучалось 512 человек. Из них 366 поступили в высшие военные учебные заведения силовых структур. 329 на сегодняшний день выпустились с офицерскими погонами. И 37 обучаются. Я с самого детства занимаюсь спортом, и я считаю, что если ты очень хорошо физически подготовлен, то лучше пустить все, с чего ты начинал, в нужное русло. Я посчитал, что стать военным для меня будет самым оптимальным вариантом. Все свои силы направить для защиты Родины. Чувство гордости, чувство патриотизма и вот такое вот состояние, то, что я вот готов стать защитником своей Родины. Знаете, это должен быть осознанный шаг в это дело. Если ты точно уверен, что ты сможешь, и у тебя есть силы, у тебя есть возможности, то нужно пробовать все. Ведь не секрет, что для молодежи очень важно мнение авторитетных людей и их взгляды на жизнь. И если дома перед подростком не будет яркого примера и утверждающих доводов, что служба в армии – это школа мужества, этап взросления, долг перед отечеством, если в школе не было авторитетного, уважаемого человека, патриота, который не понаслышке знает и расскажет, что такое армейское братство, то и улица этого не сделает. Я учился в лице МВД до девятого класса. Там были конкретные примеры в плане воспитателей, офицеров на курсе. Я знаю, что такое защитник Родины, кем я стану в дальнейшем, и что это действительно нужно для молодого поколения и для нашей Родины. Военно-патриотические клубы, военно-патриотические центры. То есть уделяется большое внимание работе с молодежью. Это разъяснение им по вопросам службы. Сегодня приоритету государства и общества, и для каждого человека, для людей в погонах в особенности один. Все, что было создано в нашей стране трудом и разумом, надо сберечь, отстоять во что бы то ни стало. Если что, мы пойдем в первых рядах. Такие вот патриотичные мысли молодежи. Мы гордимся. Наши курсанты являются настоящими продолжателями традиций наших отцов, дедов и прадедов. Беларусь – суверенное государство, в котором надежно обеспечены мир, стабильность и безопасность. Это величайшее достижение народа, поэтому нам есть что защищать. Вооруженные силы делали и делают все, чтобы на нашу землю никогда не пришла война, а мирный труд людей был надежно защищен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова